Съёмочная группа весь сегодняшний день провела в Авдеевке, это Донецкая область. Город интересен тем, что за последние месяцы много раз переходил из рук в руки. Но вот помните, как свадьба в Малиновке? Только там всё намного трагичнее. Ну, в итоге сейчас часть городка контролируется украинскими властями, а часть боевиками так называемая ДНР. Там находится Руслан Смещук. Руслан, тебе слово. Да, Дмитрий, действительно, мы сегодня побывали в Авдеевке. Действительно, это очень интересное место тем, что линия фронта разделила этот город на две части. И часто бывает так, что человек живёт в Украине, а работать ходит в самопровозглашённую ДНР. Мы работали в украинской части Авдеевки на расстоянии около двух километров от передового блокпоста сепаратистов. Ну, буквально, что называется, через мост перейти и попасть на территорию подконтрольную ДНР. Вот мы спрашивали людей, которые приходили с той стороны, что они думают о так называемых выборах. Вот хочу отметить, что часть людей, услышав вопрос, тут же прекращала разговор, и было видно, что они боятся вот разговаривать с журналистами на эту тему. Ну, а другая часть людей, значительная часть людей, ну, так, достаточно скептически отозвалась об этих выборах. Говорят, что их результат, ну, уже был известен ещё до начала голосования. Выборы кого? Выборы тех, кто уже выбрал. Я не знаю. А что известно? Ну, что известно? Многие идут на эти выборы, кто, может быть, не соображает ничего. А многие вообще не будут. А вот идут зачем? Откуда я знаю? Зачем? Это сложно, вы не поймёте. Не знаю. Бабушки или дедушки. Ну, вот вообще люди, которые живут в Авдеевке, живут уже более четырёх месяцев в условиях войны, без тепла, воды, часто без электричества, вообще скептически относятся к любым выборам. Вот вопрос, который их интересует больше всего, как они будут зимовать. Мы ни на каких выборах не участвовали. Ни на президента, ни парламентские, ни вот эти. Нас вообще, ну, все. Вот люди, которые приходили с той стороны, рассказали, что пригороды Донецка, где велись и ведутся активные боевые действия, пустые, там просто вот некому голосовать на так называемых псевдовыборах. Ну, там никого нету, и он выпили, весь «Спартак» пустой. А люди на выборы идут или нет? А я не видел никаких, там людей нету, может быть, десяток человек, и всё, никого нет. Мы свои вещи забрали, да идём. Ещё хочу отметить, что вот впервые за много месяцев там, под Донецком, было тихо. Вот на время проведения так называемых выборов боевики ДНР не обстреливают позиции украинских силовиков, и у них нет необходимости открывать ответный огонь. Но вот, тем не менее, антитеррористические силы пребывают в полной боевой готовности, потому что сохраняется вероятность атак и провокаций. Дмитрий.